Привет, друзья! У меня есть еще один канал на YouTube, это о России, и там я рассказываю о том, что происходит в России и жизни в России. И там же недавно было видео про лучшие страны для эмиграции, потому что сейчас это, наверное, многим актуально, и я сказал, что самая лучшая страна для того, чтобы эмигрировать из России, это Россия, то есть внутренняя эмиграция. И там же был задан вопрос о том, что ну а как же сделать заначку на будущее, куда зарыть деньги. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вы знаете, что сейчас происходит в мире, в общем, достаточно сложная ситуация, идут военные действия в Украине, что вызвало сначала скачок, там, цен на нефть и так далее. И сейчас есть, ну, по крайней мере, в России максимальная неопределенность совсем, ну, во всей жизни, на самом деле. И для того, чтобы... Ну, и у нас еще и будет неопределенность, понимаете? И для того, чтобы защититься от всех бед, которые ждут нас, нужно, конечно же, иметь какую-то подушку безопасности. Чем больше денег, тем больше у вас окно возможностей. И поэтому мы готовимся, мы рассчитываем, конечно, и надеемся на лучшее, а надо быть готовым к худшему. И поэтому вот каждый из нас должен рассчитывать, я считаю, ну, свою жизнь именно с точки зрения того, что может произойти. Итак, значит, ну, что может произойти? Смотрите, да все, что угодно, на самом деле, и при этом надо остаться... Не остаться без денег. То есть, какие сложности у нас с вами могут произойти? Ну, мы можем остаться без источников дохода внезапно. Внезапно некоторым из нас, может быть, грозит, а многие уже уехали. Все прячутся по всяким за границам, и как там жить, как выживать там, и что в этом смысле делать. Вот. И в том видео, которое про эмиграцию, я говорил, что именно почему я говорил, что для русских самая лучшая страна, для эмиграции это Россия именно, то есть внутренняя эмиграция. То есть, как-то постараться не лезть в политику, постараться не высовываться как-то в этом смысле, просто переждать, наверное. Вот. А если вы выезжаете, то вы непременно сталкиваетесь с тем, что ваши доходы с одной стороны падают, а с другой стороны ваши расходы увеличиваются. Как минимум, это расходы на жилье. И поэтому, если у вас нет денег, и нет заначки, и нет ничего, то, в общем, неминуемо вам будет очень тяжело. Заберут наши вклады или нет? Ну, вот банковская система вряд ли грохнется. Но, но, смотрите, мы впервые там за последние, наверное, сколько там Путин у власти? 20 лет. Вот впервые за 20 лет в этом году сталкиваемся с дефицитом бюджета. И если раньше, во время, ну, пока Путин был у власти, так сказать, за счет чего его популярность росла? За счет того, что нефть росла, ничего не надо было делать, деньги текли в Россию сами, и можно было просто вот сидеть и ничего не делать. И именно так он и занимался, то есть он ничего не делал, собственно говоря, для экономики, а деньги перли сами. Причем таким большим потоком, что надо было часть из них оставлять там где-то в офшорах, часть из них куда-то там прятать, часть из них разворовывалась. Тем не менее, всего этого хватало. Что произошло вот в прошлом году, год назад, после 24 февраля, ввели санкции. И, соответственно, что произошло? А произошло следующее, а поток денег только увеличился. Почему? Потому что заморозили активы, которые, ну, Центробанка, которые там были, вкладывались, которые оставлялись за границей, это огромные активы. Которые мы все это время складывали за границей. Но, но, цены на нефть резко выросли, цены на газ резко выросли, экспорт при этом быстро не сократился, импорт при этом сократился. То есть мы экспортируем ровно столько же по более высоким ценам, то есть деньги в Россию идут огромным потоком. И если раньше часть этих денег оставляли за границей, то сейчас ничего не оставляется за границей. Все идет сюда огромным потоком. А из России, в общем-то, деньги не идут, потому что импорт нам западные партнеры сократили очень резко. Поэтому это привело к укреплению рубля, которое никто не ожидал. И, соответственно, все было хорошо вот весь 2022 год до самого конца. Несмотря на военную операцию, несмотря на бешеные расходы, все было хорошо. И только в конце, вот уже в декабре месяце начались проблемы, то есть расходы превысили доходы за месяц, вступили санкции с 5 декабря одни, значит, с 5 января другие, с 5 февраля последние санкции на газ, по-моему. Вот потолок цен на газ, и в результате получается, что газопровод перекрыт, значит, экспорт газа очень сильно сократился. Китай нам денег не дал, мы в Китае и в Индию стали продавать нефть и газ, но, в общем, потребности Китая и мощности газопровода «Сила Сибири», они примерно 30% от того, что мы поставляли в Европу. То есть, безусловно, идет снижение вот этих доходов, и это уже признается официально. К чему это приведет? Да, и при этом, смотрите, на военную операцию расходятся огромные деньги, и продолжают расходоваться, и еще больше, 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 больше. И для того, чтобы росла экономика страны, надо инвестировать деньги. А сейчас никаких инвестиций не идет, инвестиции идут полностью отрицательные, потому что все западные инвесторы свалили, а своих денег, естественно, не хватает, потому что в условиях дефицита бюджета и продолжения военных действий все деньги идут на обеспечение армии. Вот, поэтому, поэтому я ожидаю, будет инфляция. Она уже идет, уже рост цен есть, но, значит, что говорит Путин радостный такой, говорит, что вот он, так сказать, как бы великий руководитель, поэтому ему удалось, ну, как бы, на Западе проблем больше, чем у нас. На самом деле, я думаю, что это не так, что вот в моменте, да, из-за скачка цен на нефть, как я уже сказал, в России была временно такая вот ситуация хорошая, но сейчас все это очень-очень резко пойдет на нет. И что будет с рублем? Давайте посмотрим сейчас вот на график. USD рубль, то есть, куда вкладывать деньги? Рубль будет обесцениваться, вот что я хочу сказать. Рубль будет обесцениваться, причем вот так вот, конкретно. И вот давайте посмотрим рубль к доллару. Ну, традиционно мы вкладываем все в доллары, но вот он, доллар по отношению к рублю растет. Вот, и растет он, вот мы явно видим, где-то вот он устаканился где-то в июле месяце. Вот, он устаканился на уровне 61 рубль за доллар. И потом, значит, уже вот сейчас мы видим, это декабрь. В декабре, как я уже сказал, дефицит увеличился бюджета. И, соответственно, что мы видим? Мы видим ослабление рубля. Вот, оно немножечко там скорректировалось решением центробанка. Потом дальше все это идет. Куда пойдет рубль к доллару? Ну, скорее всего, выше. Но это не главное. Главное это в следующем. Главное в том, что и в Америке та же самая ситуация. Вот в чем дело. В Америке тоже есть инфляция. И индекс доллара по отношению к остальным валютам, вы видите, вот начиная с октября месяца, он падает. Что такое индекс доллара? Это отношение доллара к корзине основных валют. И в эту корзину рубль точно не входит. То есть, понимаете, доллар относительно других валют падает, а относительно рубля растет. Что это значит? Это значит, что рубль падает еще сильнее относительно других валют. Вот что это значит. И поэтому, ну вот, во-первых. Во-вторых, значит, вы же знаете, что сейчас санкции и прочее, и прочее. То есть, в России доллары, ну, полностью уже, в общем-то, так сказать, ну, нереально держать, потому что счета валютные закрыты, счета евровые закрыты, долларовые и европереводы перекрыты, они невозможны. Доллары можно иметь только в наличные. А в наличных, ну, что там, под матрасом хранить? Ну, тоже, как бы, кто-то считает это вариантом, кто-то не считает вариантом. Что сделал я? Рынки все попадали, акции попадали. Потому что, ну, потому что состояние неопределенности и так далее. Значит, иностранные акции вообще заблокированы до сих пор. С начала марта и до сих пор заблокированы. Их не купить, не продать. Можно только наблюдать. То есть, они, у нас их не отобрали, их заблокировали. И их нам вернут. Когда? Когда-то, в будущем. Ну, об акциях немножечко потом. Вот, давайте посмотрим, что сделал я. Все-таки, вот еще раз, смотрите. Рубль. Доллар к рублю все-таки растет и, кажется, продолжит расти. Вот, и если, ну, кто-то хочет вложить в доллары, то, ну, в принципе, есть вариант только в наличные доллары, а есть вариант следующий. Посмотрите. У нас в стране появились, вот, биржа работает, у нас в стране появились очень классные инструменты. Это так называемые КЗО. КЗО – это замечающие облигации, короче говоря. Смотрите, то есть, мы покупаем этот инструмент в рублях, то есть, все расчеты в рублях, потому что доллары у нас заблокированы все. Все расчеты происходят в рублях, но по курсу доллара США. И я покупаю облигацию в рублях, валютную, которая будет расти в соответствии с курсом доллара или с курсом евро, сейчас мы это увидим, облигация, и она приносит еще и доходность. То есть, я считаю, что это очень хороший инструмент. Вот, недавно я получил дивиденды от своей фирмы, 800 тысяч рублей, вот, и перевел их, 500 тысяч из них я перевел на биржу, куда я решил вложить. Но в одном из последних видео я рассказывал о том, что я, в общем, разочаровался в Газпроме, потому что и Северный поток взорванный, значит, там с Газпромом вся беда. И сейчас на военную операцию Путин оттуда будет выкачивать просто деньги, там, ну, вряд ли Газпром будет развиваться. Вот, соответственно, Газпрому самому нужны деньги, соответственно, акции Газпрома и всю нефтянку я продал у себя в портфеле. Но, вот давайте посмотрим, сейчас вы видите мой портфель, структура моего портфеля. Если раньше, когда экономика развивалась, то в моей структуре преобладали акции, то сейчас вы видите, что 45,5% этого портфеля занимают облигации. То есть это то, что не упадет, причем это облигации, а именно замещающие облигации. На втором месте у меня стоят валюты. Почему? Потому что, ну, я перевел туда деньги, но еще не все распределил. То есть я еще не купил, ну, то есть я купил вот эти самые облигации, но еще я планирую купить золото и акции в золоте. Значит, акции 17,8% мы видим, да? Драгметаллы вы видите. Драгметаллы 7,5%. Вот эту долю я хочу увеличить. Вот. Ну, именно в смысле золота. И что там еще у меня? Фонды и прочее 3%. Их я увеличивать не буду. Вот такая история. Теперь давайте посмотрим на вот эти самые облигации. Вот давайте сейчас вы видите таблицу. Вот она такая вот страшная, конечно, огромная. Это таблица торгов по облигациям именно. И какие сейчас облигации у нас... Здесь отсортировано по обороту. То есть какие облигации пользуются самым большим спросом. Ну, вот смотрите. Дальше нули идут сплошные, потому что не пользуются спросом, неинтересно. А вот самые большие облигации, самый большой спрос на облигации, самая большая ликвидность по облигациям. ГАЗ-КЗ-26Е, ГАЗ-КЗ-30Д, ГАЗ-КЗ-37Д, ГАЗ-КЗ-29Д, ГАЗ-КЗ-26Д, ГАЗ-КЗ-25Е2, СКФ. Сейчас мы посмотрим, что это такое. ГАЗ-КЗ, ГАЗ-КЗ и Лукоил, и снова ГАЗ-КЗ, и снова ГАЗ-КЗ, снова ГАЗ-КЗ, ну и так далее. Вы видите, что основные торги происходят в ГАЗ-КЗ. Что такое ГАЗ-КЗ? Это, вот, сейчас я включаю информацию об инструменте. Вот, тип инструмента, облигации, под тип инструмента, корпоративные облигации, инструмент, Газпром, капитал. То есть, как я уже сказал, акции Газпрома я продал, но купил облигации Газпрома. Газпром, капитал. Выпустил эти облигации, это именно то, о чем я говорил, это валютозамещающие облигации. Что такое 26? 26 это год погашения этой облигации. В 26 году она будет погашена, и по ней будет выплачено, ну, то есть, по этой облигации вернется номинал, который составляет 1000, валюта евро, то есть, одна облигация это 1000 евро. Понимаете, да? В пересчете, ну, по курсу рубля она будет возвращена. Вот такая облигация. Ну, здесь дальше идет длительность купона 366, то есть, купон выплачивается один раз в год всего лишь. Ну, вот такая облигация. Размер лота 1, то есть, минимальная партия, это одна облигация, которую можно купить. Давайте посмотрим, вот что такое ГАЗ КЗ. А, и, значит, здесь последняя буква Е или Д. Е это евро, Д это доллары. Вот так. И, соответственно, смотрим, значит, евровые облигации, доходность 8,57 годовых. Да в рублях такая доходность сейчас очень хороша. А тут в евро. То есть, смотрите, я получаю такую доходность в валюте, и сама валюта еще растет. На сколько вырастет валюта? Ну, скажем, на 14%, скажем, за год, да? Если она вырастет на 14% за год, то есть, инфляция будет, ну, примерно такая, скажем, то, соответственно, 14 плюс 8 получается, сколько там, 22% годовых. Вот такая простая арифметика годовых. Вот, такая простая арифметика. Но здесь еще есть еще один момент интересный. Смотрите, каким образом получается эта доходность? На самом деле есть купонная доходность и есть текущая доходность. Купонная доходность у этих облигаций там, по-моему, сейчас посмотрим, по-моему, там 4% годовых. Еще раз посмотрим, значит, информацию об инструменте. Значит, размер купона 25, 2,5% годовых, получается. 25 долларов размер купона. И он один раз в год уплачивается. То есть, соответственно, 2,5% годовых. За счет чего получается 8,5%. Но так как у облигаций купон фиксированный, купонная доходность, то повышенная доходность получается за счет цены. То есть, эту облигацию мы покупаем с дисконтом. То есть, дешевле, чем номинал. Номинал еще раз 1000 долларов. Мы покупаем эту облигацию вот здесь в данном случае. Цена последней сделки 84,65%. То есть, 846,5 евро эта облигация стоит сейчас, а будет погашена по 1000 евро в 2026 году. Вот такая история. При этом, значит, есть еще НКД, который составляет, ну, я уже не могу сказать, в рублях, по-моему, он считается. 74,549. Погашение 21.01.2026. 21.03. Ну да, здесь 74 это в рублях. Потому что раз в год, только что, только что, выплата купона произошла. Дата выплата следующего купона 21.03.24. То есть, вот поэтому здесь рубли. Что такое НКД? НКД это процентный доход, который добавляется каждый, каждый день, календарный день. То есть, вне зависимости от того, когда вы ее купили, вы покупаете саму облигацию вот по этой цене, то есть, 84,65 от номинала, плюс НКД мы платим, да? И вот этот НКД, он увеличивается каждый день. И когда мы продаем эту облигацию, то я продаю ее, соответственно, по той цене, которая будет текущей. В любой момент я ее могу продать. И плюс я получу НКД, который увеличивается каждый день. То есть, я никогда не теряю в доходности. Поэтому облигации намного лучше, чем депозит. Вот. Ну, вопрос в цене, на самом деле, потому что цена плавает. Цена плавает, она может уменьшиться и может увеличиться. Давайте посмотрим, что произошло с ценой за последнее время. Вот, посмотрите, у меня есть в портфеле сейчас одна облигация ГАЗ-КЗ-24. 4 облигации ГАЗ-КЗ-26Е и одна облигация ГАЗ-КЗ-29Д в долларах. То есть, у меня одна облигация на 1000 долларов и 5 облигаций в еврах. То есть, 5000 евро я получил когда-то. И вот давайте посмотрим сюда, нереализованная PL, прибыль или, ну как там, профит-лосс, называется PL, расшифровывается. Прибыль-убытки. Минус 128 рублей прибыль, минус 811 рублей, минус 3440 рублей. То есть, с того момента, как я купил эти облигации, они немножечко подешевели. То есть, сейчас еще есть время для того, чтобы купить, во-первых. Во-вторых, ну, когда мы ее покупаем, вот здесь вот стоит стакан цен. Я выбираю цену, по которой я хочу купить и, ну, ставлю заявки. Она либо продается, либо не продается. Либо я ее покупаю, либо не покупаю. Ну вот, то есть, я могу, могу и подождать на самом деле, а могу и не ждать. Ну, на самом деле, я купил, потому что цена, я считаю, что уже, ну, где-то близка к минимуму. От чего зависит цена облигаций? Цена облигаций зависит от текущей ставки, ну, скажем, ФРС и от текущей ставки Центробанка. То есть, вкладывать в облигации должно быть не менее выгодно, чем положить деньги на депозит в надежном банке. Надежнее должно быть. Вот, поэтому от этого цена зависит. То есть, смотрите, сейчас идет этап повышения ставки и ФРС, и Центробанка, потому что таким образом банки борются с инфляцией. Но у повышения ставки Центробанков есть оборотная сторона. Это когда банк повышает ставку, то это влияет на кредитование, а кредитование влияет на развитие экономики. И, короче говоря, при высоких ставках компании начинают схлопываться, что и начало происходить вот в Америке на прошлой неделе. Или, так сказать, недели или две назад. Чем ознаменовалось? Это крах банка Silicon Value Bank, СВБ, в Америке. И второй банк, Federal Reserve Bank, тоже грохнулся. И вслед за ним грохнулся швейцарский банк, Credit Suisse. И пришлось его срочно слить с UBS швейцарским же. Ну, это очень-очень серьезно. И акции всех банков рубанули вниз. На чем там было все завязано? Ну, дело в том, что эти банки выпустили субординированные облигации. Субординированные облигации – это облигации, которые можно, ну, эмитент может поменять на собственные акции. А когда у банков упала прибыль, потому что ставка повышенная, то банки, собственно говоря, стали обесцениваться. И они взяли и поменяли эти облигации на свои же акции, которые сейчас ничего не стоят. Ну, короче говоря, там были массовые списания. Для того, чтобы это предотвратить, что сделало государство Америка, бюджет американский? Они взяли, напечатали денег и выдали этому банку, ну, значит, его, грубо говоря, там выкупили. Вот, выдали эти деньги вкладчикам. Ну, так-то больше продолжаться не будет, с одной стороны, и поэтому банк, федеральная резервная система уже вряд ли будет, ну, так сильно повышать ставку, потому что это повышает и, ну, как бы другие проблемы возникают, в том числе вот падение банков. Падение банков началось, ставка перестанет повышаться, ставка перестанет повышаться, облигации начнут расти в цене. Вот такая простая связь. Поэтому облигации, то есть, если вы хотите вложить валюту, то вот он инструмент, в который вкладываю я, и вполне может быть, что это разумное решение. Что еще? Значит, инфляция – это обесценивание доллара. Как я уже сказал, вы видели, что индекс DXY падает, то есть, индекс доллара падает потихонечку, и он будет продолжать падать. Вот он DXY. Он будет продолжать падать, если, во-первых, ставка снижается, во-вторых, если в США будет инфляция и меньше будет доверия к доллару. А к нему сейчас доверие снижается. Тем более, что сейчас Китай потихонечку продает свои трежерис, которые он вложил в американский госдолг. Поэтому курс доллара будет слегка снижаться. Вот. И поэтому, что значит доллар снижается? Это значит, что инфляция, значит, цены на все растут. А на что они растут? На золото. Поэтому есть прямая выгода, я считаю, покупать золото. Ну вот оно золото. Начиная с октября месяца золото наконец-то начало расти достаточно резко. Потом оно упало, отжалось и снова пошло в рост. Ну, я ожидаю, что золото еще подрастет. Вот. Это в долларах золото растет. А напоминаю, что доллар растет по отношению к рублю. То есть золото по отношению к рублю растет тем более. И поэтому, значит, еще достаточно большую часть я планирую вложить в золото. Что такое золото? Золото торгуется у нас на валютном рынке. Вот оно. GLD Rub Tomorrow. Вот такой инструмент. GLD Rub Tomorrow. Это именно золото металлическое. То есть это тот инструмент, который полностью гарантирован золотом. То есть вы получите стоимость золота в рублях. То есть вы можете купить облигации в долларах или в евро. Пожалуйста. Вот они. КЗО так называемые. И вы можете купить золото. Металлическое. Которое, как утверждают, можно даже поменять буквально на слитки. Но слитки нахрен не нужны. Вот оно золото. И здесь у меня тоже есть сколько там. Ну пока 12 грамм я купил золото. Пока 12 грамм. Но я планирую еще тысяч там на 100-200 вложить в золото. Какие еще варианты есть? Смотрите. Есть еще вариант. Это, конечно же, срочный рынок. И здесь вот у меня есть... Ну вы знаете, что я занимаюсь опционами. Очень-очень маленькая сумма сейчас вложена в опционах. Это сколько тут? Ну вот в данный момент деньги 35 тысяч рублей всего лишь. На эти 35 тысяч рублей у меня куплена соответствующая какая-то стратегия. Вот сейчас обратим внимание вот на этот график. Посмотрите. Вот это вот плавная линия. Это то, что именно сейчас. Именно сейчас. И у нас дельта сейчас 0.38. То есть наклон, наклон вот этой вот кривой, он говорит, будет либо... А вот здесь вот, да, по оси абсциссы у нас стоимость золота в долларах. Вот. То есть здесь инструменты рассчитан на цену золота в долларах. Которое, как я считаю, будет расти. И если... Смотрите, вот эта вот линия, это текущее положение. То есть она практически параллельная. То есть у меня ни плюсы, ни минусы. Ничего не изменится, скорее всего. Но вот эта вот линия, это то, что будет на момент экспирации. То есть опционы это инструмент срочного рынка. То есть они имеют срок экспирации. Экспирации, вы видите, 15.06.2023 года, то есть 15 июня, они истекают. И они будут, ну то есть мне вернутся, вернется текущая стоимость золота. Если золото вырастет, если золото... Вот если золото останется на месте, вот на этом уровне, да, сейчас это 1990 долларов за унцию. То я получаю, то я получу 36.000, мы видим вот здесь вот, да, вот здесь вот будет видно, 36.116 рублей, если золото не изменится. Если золото на момент экспирации будет 2.000 долларов за унцию, то моя доходность составит 8.000 рублей. То есть 35.000 плюс 8.000, ну хорошая доходность. Но если вот текущая стратегия такая построена так, что если золото будет стоить 2.000, ну в районе 2.200 долларов, 2.150-2.000 долларов, то есть где-то вот здесь, то я получаю плюс 138.000 рублей. Вот такая вот стратегия положена. При этом, если золото упадет до 1.900, то у меня будут убытки. Ну то есть, грубо говоря, эта сумма просто обнулится. Вот такая история, если это будет на 15 июля. Теперь давайте посмотрим вот сюда еще раз, где у нас 1.900. Ну в общем-то, вот здесь вот, если 15 июля будет золото, то текущая стратегия приведет к моему банкротству на этом счете. А если она вырастет вот сюда, вот куда-то чуть выше там, вот сюда, то я получу 160.000 рублей. Ну давайте посмотрим, вот как это все выглядит вот так. Ну я считаю, что она вырастет. Во-первых. Во-вторых, эту стратегию можно менять, то есть, я потихонечку ее изменяю. И потихонечку она, так сказать, вот фигура вот этих кривых, естественно, она будет меняться, и она будет меняться вот в такую сторону. Вот, то есть, пока она в диапазоне, я получу какую-то сумму фиксированную. Если она выйдет из диапазона, то я, если она сильно упадет или сильно вырастет, то, скорее всего, я потеряю. Но пока я рассчитываю на то, что, и слежу за тем, чтобы она очень сильно не рванула вверх на 2100. Ну пока на 100 единиц, на 100 долларов унция вряд ли подорожает так быстро. Но, тем не менее, надо смотреть. Как во всем этом разобраться? Ну а обо всем этом я рассказываю на курсе «Биржа для чайников». И там же есть продолжение этого курса «Опционы». Вот, по курсу по опционам. И, значит, если вы в этом ничего не соображаете, то мой вам совет – не суетесь сюда вообще, потому что это крайне опасная штука. Вы видите, что здесь есть огромная вероятность потерять все. Но при этом есть огромная вероятность и заработать, и максимально заработать можно только на опционах. Поэтому этим надо заниматься, в этом надо соображать. А о том, как соображать, ну, на мой взгляд, это самый лучший курс по опционам. Теперь далее. Как я уже сказал, смотрите, многие из нас не исключают возможности, во-первых, иммиграции, то есть, во-вторых, многие уже спасаются от мобилизации и так далее, значит, убегают там в Грузии все. Сейчас вот я был недавно в Грузии, снова собираюсь в Грузию, там идешь, сплошные русские, в общем-то, молодые люди, они спасаются туда. И большая часть достаточно выехала в Казахстан. Давайте посмотрим, что такое Казахстан. Вот казахский тенге к рублю. Мы видим, что он растет. Казахский тенге растет к рублю. То есть, можно вкладываться в тенге. Это, во-первых. Во-вторых, ну, вы знаете, что я туда съездил, и там легко можно получить достаточно карточку казахского банка. Сейчас можно уже и не ездить. Если вы обратитесь ко мне, я вам могу помочь сделать так, что вы получите карту казахского банка, номинированную в четырех валютах, то есть тенге, рубли, доллары и евро, насколько я помню, можно получить. И я могу вам помочь тоже пополнять эту карточку переводами в Казахстан. То есть, можно хранить деньги в Казахстане. То есть, если вы не доверяете российской банковской системе. И также можно, посмотрите, вот это вот график. Вот это график. Это грузинский лари по отношению к рублю. Но он растет пошустрее, получше и более стабильно. Посмотрите, лари растет к рублю сильно стабильнее, чем казахский тенге. И поэтому есть смысл, наверное, выехать в Грузию и вложить деньги в грузинский банк. И открыть там счет, во-первых, и получить карточку. Здесь я вам помочь, наверное, вряд ли смогу дистанционно. Ну, а советом я смогу помочь вам точно, в какой банк обратиться и каким образом это сделать. И туда, и туда есть возможности пополнять из России счета, в отличие от европейских счетов, которые нет никакой возможности пополнять. Ну, кроме как обратиться ко мне, я могу помочь и с этим тоже. Вот. То есть, люди, которые едут, которые убегают от мобилизации. Ну, во-первых, конечно же, надо иметь карточку, которая работает во всем мире. Ну, это в любом случае полезно. Раньше карточки работали наши российские во всем мире, и для этого не нужно было ехать в какой-нибудь Казахстан и заводить казахскую карточку. Но после введения санкций, как вы понимаете, это стало насущным элементом. И обращайтесь, я могу в этом смысле помочь. То есть, есть вполне себе хорошее смысл, имея вкладывать деньги даже в казахский тенге и в грузинский лари. Что там с армянскими драмами, я, честно говоря, не знаю. Вот. Ну, просто я не там и не ездил. Вот. Но есть еще такая валюта, как чешская крона. Вы знаете, что у меня дочь там учится. С чешской кроной тоже все более-менее в порядке. Вот эта чешская крона по отношению к доллару. Ну, соответственно, доллар падал, чешская крона росла к доллару. И, соответственно, к рублю тоже. Ну, соответственно, у меня там дочь, и, используя вот эту казахскую карточку, я перевожу ей денежку туда, в Чехию тоже. И, ну, если что, она мне, естественно, сможет помочь в каких-то проблемах, если вдруг у меня возникнут какие-то проблемы в России, и мне срочно придется выезжать из России. Ну, или, там, моему сыну, скажем. Вот такая вот история. Ну, а если вы надумали, значит, эмигрировать, то, соответственно, вам сам Бог послал туда выехать и завести, как минимум, карточки, чтобы быть всегда готовым, пока границы не перекрыли, а границы не перекроют уж. Ну, как бы, по крайней мере, не собираются перекрывать. То есть, поэтому лучше там все-таки иметь какие-то денежки. И еще в том видео, которое про эмиграцию, я говорил, что самая основная проблема – это на что там жить, то есть, если у вас есть деньги, то на первое время, конечно же, вы сможете, как бы, там прожить как-то. Ну, а чтобы жить там долго, то нужно иметь бизнес. И лучше всего, как я уже сказал, живут всякие фрилансеры и те, кто работает на удаленке. Поэтому ищите возможность зарабатывать в интернете, ищите возможность зарабатывать на удаленке какую-то возможность. И если, ну, пока вы еще в России, осваиваете вот эти новые специальности тоже. И это очень-очень важно. И о том, как зарабатывать бизнес в интернете, я, наверное, сниму, наверное, целый ряд видео, потому что в этом смысле у меня тоже есть достаточно хорошие наработки. Я уже этим занимаюсь давно и серьезно, и поэтому оставайтесь на моем канале. Сейчас лайк, подписка и задавайте вопросы. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Деменков Юрий.